Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают И в Евангелии мы видим Как некоторые мотори раскаивались Тот же Закхей Тот же Левий Матфей Точно так же и здесь сказано О мотори, который пришел Глубоко, искренне раскаивался Просил у Бога только одного Господи милости, буди мне грешен И Господь его простил Причем простил больше, чем Того, кто жил правильно Кто жил по закону Кто жил как положено, соблюдал абсолютно все Практически не грешил Почему? Потому что, ну во-первых, сказано Перед Богом Лучше один грешник Кающийся, нежели 99 праведников То есть радость больше на небесах Неправильно сказать На небесах радость больше Об одном грешнике, кающем Нежели 99 праведников То есть праведники, они всегда с Богом А вот человек, который заблудился Человек, который отпал от Бога Изменил Богу И вдруг он раскаивается Этот человек вернулся То есть он потерялся И он вернулся И поэтому Бог принимает кающийся Бог прощает кающийся Мы знаем притчу о блудном сыне Когда два брата точно так же Один жил правильно и праведно А другой отпал от отца Взял половину наследства своего Ушел, промотал, прогулял И опять вернулся к отцу Уже, думает, ну в качестве раба То есть он остался полностью без денег И думает, что вот у моего отца Рабочие там хлеб ели Не то, что я тут вместе со свиньями питаюсь Пойду к своему отцу родному Наймусь в рабы к нему Но отец его встретил С великими почтями С великой радостью устроил пир По случаю возвращения своего сына младшего Старший же, который жил все время По воле отца Возмутился и говорит Почему? Ты мне, говорит, даже не дал там козленка Чтобы с братьями, с друзьями с моими Погулять Зарубить Чтобы погулять с своими друзьями А младший брат все прогулял И ты ему такой пир устраиваешь На что ему отец говорит Все мое, твое То есть все, что у меня Все это твое Все тебе принадлежит Поэтому нет необходимости Поэтому тот, кто живет по воле Божьей Тот с Богом Тот, кто нарушает волю Божью Да, тот отпал от Бога И когда он возвращается Точнее сказать, он возвращается Можно сказать, из лап дьявола Это большая, действительно, радость на небесах Но Другой аспект Этот человек По сути законник Фарисей По сути законник Да, он все соблюдает Да, он все правильно делает Он правильно живет Он правильно молится Он все законно соблюдает Но ведь Бог И общение с Богом Основано на любви Свойство Божия Любовь И Бог любит каждого И Он о себе говорит Стою у двери сердца вашего И стучу Каждому из вас И мы, как образ и подобие Божие Тоже должны иметь любовь в себе Если у нас нет любви к Богу Если у нас нет любви к Ближнему То нам дается закон То есть, раз мы сами не можем Тогда Бог дал закон И, значит, закон был дан для людей Несовершенны Для людей Те, которые не могли Иметь искреннюю любовь к Богу Иметь искреннюю любовь друг к другу Поэтому им был дан закон И опять эти люди Споткнулись на том Что они, выполняя закон Честно выполняя закон Возгорделись тем Что они выполняют Вместо того, чтобы понимать Что по немощи нашей Нам дан этот закон По нашим слабоволии По нашему малой любви Или отсутствию Может даже любви К Богу К людям Ближним Они возгорделись Я выполняю закон полностью Апостол Павел нам говорит Что по жестоковыенности Был дан вам закон А от Бога дается благодать Так вот Законники Они по жизни Всегда были Есть и будут То есть есть люди Которые Имеют ближним Больше любви Нежели законнического отношения Есть те Которые больше законнически подходят Нежели с любовью То есть В каждом из нас Живет И мытарь И фарисей У каждого из нас Есть эти два качества Я не скажу Что там все люди То есть у кого-то нет любви вообще То есть есть любовь У людей Только у кого-то больше У кого-то меньше У кого-то любовь К Богу есть У кого-то Кто-то вообще на эту тему Не задумывался У кого-то Любовь есть К ближнему Кто-то Кто-то не задумывался Кто-то Думает Что любовь Это только между Мужем и женой Там Или мужчиной и женой Или там Матерью и детьми И все А есть люди Которые любят Всех людей Причем так как Положено По-христиански Так как Господь нам заповедовал Это уже высший Высший уровень Любви, высшей стадии любви, высшей степени, так можно сказать. А те, которых её меньше, да, они живут по закону. Но есть те, которые и закон используют в своих целях. То есть, вот, ты там нарушил вот так, значит, ты не прав. А почему нарушил? Меня это не волнует. Это тоже неправильный подход. Поэтому закон и любовь, или закон и благодать, они где-то, с одной стороны, дополняют друг друга. Но дополняют в силу нашего духовного несовершенства. Потому что мы так или иначе отпадаем от Бога, хотя мы и кичимся тем, что вот говорим. Вот мы сейчас, народ, повернулись к Богу, народ пошёл в церковь. Пошёл. Но вопрос как? И с чем? На самом деле, мы к Богу повернулись, но не совсем правильно. Мы повернулись не с той любовью, которая должна быть любовью к Богу. А мы больше повернулись, потому что плохо кому-то, какие-то беды, какие-то проблемы. То есть, больше корыстные устремления двигают. Хотя и хорошая двигает душа. Каждый человек стремится к Богу, тянет человека к Богу. Многие идут именно по зову сердца, точнее, по зову души, этому зову. Но частенько срабатывает другое. Меркантильные, корыстные, какие-то там бытовые проблемы, или там проблемы с детьми, или ещё что-то, или ещё что-то, или ещё что-то. Человек идёт решать свои проблемы. Хотя одно другому не мешает, но должна быть любовь к Богу. Должна быть искреннее желание исполнения воли Божьей. Искренняя жажда общения с Богом. И если человек у Бога что-то просит, да ничего плохого нет. Но если человек только всегда просит, подай мне Господи, а сам для Бога ничего не делает, это уже неправильный подход. Так вот, сейчас перевес происходит вот в эту неправильную сторону. В эту неправильную сторону. И у многих вера такая, что пытаются сочетать грехи с церковью. То есть, ходя в церковь, не все люди, не скажу, что там все, нет. Некоторые люди находятся те, которые продолжают как грешили, так и грешить. Притом все хорошие какие-то отговорки. Ну, я это понимаю, но это Бог простит. Ну, это не такой тяжелый грех. Да, у других это тяжело, а у меня это не очень. Или типа того, я в церковь хожу, а что уже вроде как мне должны грехи простить. Нет. Так вот, законничество – это уровень, ну, так сказать, более низкий в духовном восхождении. Если бы все люди исполнились благодатью, так как нам учил и как дал Господь Иисус Христос, то закон и законничество, как таковые, были бы не нужны. Но в силу нашего несовершенства, так или иначе, нам нужен закон. И кроме закона, еще обычно существуют и законники, которые внешне вроде как рьяные служители закона, но частенько его используют в своих целях, в своих каких-то не очень, не всегда хороших целях, как тот мытарь, когда грешил. Поэтому суть нашей жизни – это стяжание любви. Легко говорить стяжание. А как ее стяжать? Как вот полюбить ближнего? Как полюбить тещу, например? Как полюбить свекруху? Как полюбить соседку по площадке, которая там ругается постоянно? Легко говорить – любить и ближнего. Дальнего легче полюбить. Любовь заключается в чем? В том, что мы уничтожаем в себе самолюбие и гордыню. Причем, что интересно, когда людям говорят, что гордыня – гордыня, все думают, ну какая у меня гордыня? У меня нет гордыни. Каждый год. Причем, так упрямо докажут, что у него нет гордыни. Это уже гордыня. Потому что гордыня – это термин такой, в него входит многое. Это и самолюбие, и своеволие, и свои нравия, самомнение, самонадеянность, самоуверенность, эгоизм, тщеславие, мазохизм какой-то, то есть когда человек жалеет себя, упивает своим несчастьями, жалость к себе, самоправдание, много-много-много всего относится к гордыне. Не только, когда человек там нос занирает вверху, но и когда человек, например, в разговоре, пытается взять разговор в свои руки или пытается направить, чтобы шло все в его русле. Когда человек привык, чтобы все было только по его. Когда человек считает, что он всегда прав, что он в данном случае прав. Это разные формы гордыни. Грех многогранный. Так вот, чем больше у нас самолюбия, чем больше гордыни, тем меньше любви. И наоборот, чем больше любви, тем у нас меньше самолюбия. Поэтому, если мы хотим иметь любовь к людям, любовь к Богу, мы должны преодолевать, побеждать в себе самолюбие и гордыню. Каким образом, опять же, побеждать? Да очень просто. Хочется свое умное слово сказать, да промолчи. Кому оно нужно? Если я хочу что-то сказать очень сильно, меня распирает, значит, это уже никому не нужно, потому что двигает гордыня. Может, даже хорошее, может быть, умное, может быть, правильное. Но если я скажу, это вот мое мнение, значит, уже это говорить не нужно. Мы сейчас заметили уже много лет, люди не любят вообще слушать, любят говорить, каждый друг доказывает. Это вот тоже проявление гордыни. Да, может быть, тяжело слушать, может быть, человек будет часами говорить, но если мы сумеем подавить себя, не говорить самим, а напрягемся будем слушать говорящего, мы победим свою гордыню. Таким образом мы уже будем стержать любовь. Так вот, о том, как любовь. Да, в первую очередь, борьба со своей самостью, со своим упрямством, со своей гордыней, со своим самолюбием и с этими грехами, которые производны от гордыни. Дальше. Закон мы очень часто так используем под себя, так переворачиваем, так умеем оперировать и маневрировать. Я не буду говорить о законах юридических, я говорю хотя бы о законах нравственных, законах церковных, особенно нравственных законах. Ведь человек так перевернёт и себя красиво видит подаст. Как, например, все знают, что любые половые отношения, например, до брака – это большой грех, грех, который наказывается по всей дальнейшей семейной жизни, то есть даром не проходит никому. Все люди несут наказание потом в семейной жизни за эти грехи, которые хоть один раз было, уже всё, будет наказание. Но, когда люди начинают говорить, что это грех, да какой это грех, да мы по любви, дальше. Это одна сторона. Другая сторона. Как хорошо, блудные отношения назвали гражданским браком. Придумали термин, приклеили, всё. Уже вроде как и не грех. А он как был грех, так и будет грех. Сейчас очень сильно расцветает пьянство, особенно среди женского пола. Причём пьют понемножку, это не видно, но частенько. То банк пива, то бокал вина хорошего. Начинаешь говорить, с мужчинами легче. Он сам понимает, что женщине доказывают, что надо пить. Это тяжело. Я расслабляюсь, я стресс снимаю, я ещё что-нибудь. То есть не то, что я пью, я снимаю что-то. А апостол Павел говорит, всё мне можно, но не всё на пользу. Всё мне можно, но ничто не должно мной обладать. Когда говоришь, курить. Опять какой-то, хочу брось, но не могу. Я ведь врём. То есть мы опять обходим закон. Я ведь обманываю. Почему обманываю? Потому что Бог сказал, что нам в этой жизни соблазнов и искушений отпускается ровно столько, сколько мы в силах преодолеть и победить. Больше наших сил нам не даётся. А мы, да, я понимаю, что плохо, да, да, хочу бросить, но не могу. Ложь. То есть мы обманываем сами себя. Некоторые, опять же, как красиво закон обходят, но врачи сказали, что сразу курить бросать нельзя, надо постепенно бросать. Вот я постепенно, да, и на полсо, говорят, снижаю, лет на 10 будут снижать, а там видно будет. То есть опять обходим закон. То есть Бог сказал это грех, Господь говорит, что это не только вред здоровью, любая страсть – это вред. Любая страсть. Человек не может без этого, значит, это уже плохо. Это уже очень плохо. Сейчас среди молодёжи, то есть телевидение своё дело делает потихонечку, так или иначе, особенно, опять же, не в обиду никому, говорят, среди женского пола, опять развивается среди молодёжи неправильное отношение, то есть между женщиной и женщиной. Причём, чем дальше, тем всё больше, больше и больше это навязывается. И когда начинаешь кому-то что-то говорить, то я знаю, я Библию читаю. Ну и что? Что толку читать Библию и грешишь? А опять, это тоже обман закона. Ведь бесы знают, что Бог есть. Бесы веруют в Бога, но трепещут. Что толку, что она читает Библию, но грешит? Библия для чего нам дана? Чтобы мы боролись с собой, чтобы мы преодолевали плохое себе. А мы понимаем, что это грех, что это плохо, но попробуй слово сказать, а я Библию читаю, то есть отстань, я всё знаю. И так далее, и так далее. А нас развращали и развращают. И вот эти вот отговорки, они нам тоже предложены. Они предложены. Это не то, что сам человек вот такой гениальный, так вот умный взял, отрезал, взял, так сказал, гениально. Нет. Во-первых, если так проанализировать себе за 20 с лишним лет показанные сериалы, особенно всякие там мексиканские, американские, бразильские и прочее, там это вот везде, везде, это буквально зомбируется, закладывается в подсознание. Это вот поведение. Сказать так, чтобы отрезал. То есть любой грех, чтобы меня в грехе не упрекали. То есть он взял, сказал, отрезал, и человек не упрекает. Причём сказать так, что человек теряется, который обличает в грехе. Даже слов не подберём. Во-первых, телевидение заложил, да, потому что я это наблюдаю в течение уже 20 с лишним лет. А второе, есть тот, кто эти подсказки всё время нам подсказан, то есть дьявол, нечистая сила. Он всегда на хорошее никогда не подсказывает. Плохое, но всегда будет отговорка, всегда будет отмазка, всегда будет любое удобное слово, удобная фраза, которое позволяет человеку вроде бы как обмануть самого себя. То есть обойти закон. И таким образом получается, что мы всё дальше и всё больше отпадаем от Бога. И хорошо, если мы покаемся, как мы так покаялись. Хорошо, если мы покаемся, как разбойник на кресте покаялся. Сказал, прости меня, когда приёшь во царствие своё. И ему Господь ответил, истинно говорю тебе, сегодня вечером будешь со мной в раю. Если покаяться, как вот блудница покаялась, которая спасителю ноги миром помазала и волосами вытирала, или там другая блудница, которую там привели камнями побить её. То есть Господь не просто так сказал, кто безгрешен, киньте у неё первый камень. И все сразу раз, раз, раз и разошлись. Он говорит, иди, я тебя больше не обвиняю. Он сказал так, потому что раскаялась, она поняла. Так вот, если человек раскаивается, то Бог нас прощает. Если человек не раскаивается, то, естественно, о прощении речи быть не может. Но если уж подходить с позиции закона, если мы не можем искренне раскаиваться, не можем истинно искренне любить подходить с позиции закона, так мы закон должны исполнять полностью, а не подстраивать его под себя. потому что любое построение закона под себя – это тоже, во-первых, большой грех, и кого-кого, а Бога мы никогда не обманем. Ну и ещё хочется сказать, что на сегодняшний день притча о батарее и фарисее нам предлагается церковью, потому что через месяц уже начинается Великий пост, Великий пост – время особого покаяния, когда человек должен глубоко и искренне раскаиваться, подводить какой-то итог, хотя бы года прожить, там какого-то отрезка времени, неважно какое время, то есть человек должен каяться в том, что он совершил, исправлять то, что он совершил, и поэтому вот нам приведёт пример покаяния. То есть да, можно жить правильно, но можно раскаиваться. Мы должны взять исполнение закона, как пример, фарисея, и именно брать исполнение закона. Он соблюдал всё, а вот покаяние должны взять из мытаря. Дело в том, что святых среди нас нет, у нас так или иначе у всех, у каждого есть грехи. Поэтому в грехах мы должны раскаиваться, и закон должен соблюдать, как соблюдал фарисей, а раскаиваться даже, как раскаивался мытарь. Если мы будем каяться, как мытарь, а закон выполняйте, как фарисей, то мы будем правы. Если мы будем гордиться тем, что я закон выполняю, всё, это уже плохо, потому что человек таким образом перечёркивает всё то, что он сделал. Если человек грешит, а потом кается, это тоже не очень хорошо. Надо не грешить и каяться. И чем человек больше не грешит и больше раскаивается, тем он больше видит свои грехи. Чем святые отличаются от нас? Тем, что они видели свои грехи. Бесчисленное множество своих грехов. Мы грешим, и мы не видим своих грехов, потому что у нас столько их, что мы их не видим. У нас много тяжёлых грехов, и мы их не видим. Святые – это люди, которые почти не имели грехов, но они видели в себе эти, всё то, что осталось у них. И это очень тяжело, это большие муки совести, это большое искреннее глубокое раскаяние. Ну, пример такой. Вот мы сейчас имеем много грехов тяжёлых, и совесть нас, собственно, как вроде и не мучает. А вот давайте вспомним, как нас мучила совесть в детстве, когда у ребёнка мало грехов, из-за какой-то там небольшой провинности сильно мучает совесть. Ведь было у всех это. Все эти муки испытали. Почти безгрешный ребёнок так совершил маленький грех и сильно мучает совестью. И наоборот, когда много грехов, мы их не чувствуем, муха совести, потому что душа-то мучается, только мозг уже не получает. То есть между мозг местный контакт, духа, души и тела. И наши грехи являются изоляцией между душой и мозгом. То есть душа мучается, но мозг уже этого не чувствует. А вот когда мало грехов, то мозг ощущает муки души, муки совести. И поэтому, когда мало грехов, то мы чувствуем это. Нас совесть мучает. И святость тогда, когда у человека очень мало грехов, и он видит великую бездну своих грехов, и он в них раскаивается, раскаивается и раскаивается. Так вот, церковь там приводит не только параллельно, как сравнение мотаря и фарисея, и как надо жить, что да, мы должны соблюдать Божий закон, как соблюдал фарисей, не гордясь при этом, как фарисей, не грешить, как грешил мотарь, но каяться, как каялся мотарь. И тогда мы достигнем Царства Небесного, тогда мы достигнем спасения, тогда мы получим прощение наших грехов. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok